Плюс 10 миллионов. Получить микрозайм сможет большее количество предпринимателей, чем планировалось. Все включено. Туристы с большой земли смогут забронировать номер в гостинице посреди тундры. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. При сохранении текущих цен на нефть инфляция в России в этом году может быть 6% или меньше. Об этом заявил заместитель министра финансов России. Но наблюдаемое снижение инфляции не означает легкости достижения цели в 4%, отметил Максим Орешкин. По мнению замминистра, дальнейшее снижение инфляции будет гораздо более трудным, а легкий этап уже закончился. Россия выбрала стратегию максимально быстрой адаптации. Надо смотреть на два ключевых показателя. Ситуацию с платежным балансом, соответственно, плавающий валютный курс. Отсутствие интервенций Центрального банка привели к довольно быстрому нахождению новой точки равновесия и ситуацию с инфляцией. Сейчас структурные изменения закончились, инфляция резко снижается до более нормальных уровней. Следующим этапом станет заикарение инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка на уровне среднесрочной цели Центрального банка в 4%. Сейчас также перед бюджетной политикой стоит задача создавать условия для более быстрого процесса снижения инфляции. Высокий бюджетный дефицит сегодня является одним из главных источников роста денежной массы и накладывает серьезные ограничения на возможное расширение кредитных портфелей. Восстановление кредитной активности создает инфляционные риски в будущем, заметил Максим Орешкин. Поэтому выполнение целей по бюджетной политике, которые мы озвучивали, очень важно, чтобы денежно-кредитная политика в более мягком режиме достигала цели, которые стоят перед ней. На микрофинансирование добавили еще 10 миллионов рублей. Речь идет об услуге, которую с марта текущего года начал оказывать Фонд поддержки предпринимательства. Изначально на предоставление микрозаймов из бюджета региона было выделено 6 миллионов рублей. После мониторинга потребности такого вида поддержки и фактического поступления заявок от предпринимателей региона было решено увеличить бюджет микрофинансирования. Об этом сообщила Ирина Тихомирова, председатель Комитета инвестиций и развития предпринимательства на пресс-конференции Департамента финансов и экономики. Увеличить объем средств на предоставление микрозаймов было решено за счет перераспределения. С 20 до 10 миллионов рублей были сокращены расходы на предоставление госгарантий предпринимателям перед банками-кредиторами. Высвобожденное средство направлено на микрофинансирование. Итого на 2016 год на предоставление микрозаймов у нас предусмотрено 16 миллионов. Учитывая то, что средний размер займа составляет порядка 700 тысяч, мы надеемся, что данным видом поддержки могут воспользоваться порядка 25 предпринимателей в 2016 году. По словам Ирины Тихомировой, комиссия одобрила уже две заявки на предоставление микрозаймов в сумме 1,5 миллиона рублей. Предприниматели, которые получили одобрение, работают в сферах обрабатывающего производства и охранного предприятия. На рассмотрении находятся еще четыре заявки. Кроме того, в текущем году может увеличиться объем средств на предоставление грантов. По словам Ирины Тихомировой, комиссия одобрила уже две заявки на предоставление микрозаймов в сумме 1,5 млн. рублей. Предприниматели, которые получили одобрение, работают в сферах обрабатывающего производства и охранного предприятия. На рассмотрении находятся еще четыре заявки. Кроме того, в текущем году может увеличиться объем средств на предоставление грантов. Мы подали заявку от администрации Минско-Автономного округа Министерства экономического развития на софинансирование мероприятий в сфере поддержки малой и средней предпринимательства, а именно предоставление грантов. Лимит для Минско-Автономного округа на 2016 год составляет 3,8 млн. рублей. Если эта заявка будет одобрена, на гранты предпринимателям в этом году будет выделено 12 млн. рублей. Креативные, востребованные и способные приносить доход в Департаменте финансов и экономики подвели итоги конкурса «Бизнес-идей». Всего в адрес организаторов поступило более 30 предложений от жителей региона. Лучшими комиссия признала 4. Среди них мобильная гостиница в Большеземельской тундре, детское кафе, детская студия красоты и площадка для занятий спортом и в углах животных. Победителей пригласили в фонд поддержки предпринимательством, не только чтобы поощрить за участие, но и предложить помощь в реализации бизнес-проектов. Непосредственно кафе, где главный ребёнок всё-таки, там детские стульчики, детские, ну всё по детей, вплоть до детской площадки, прямо в самом помещении. Претворить в жизни идею детского кафе мечтает Татьяна Кельдеярова. Мама двоих детей точно знает, такое место станет посещаемым, аналогов ему в городе нет. Семён Чупров также уверен, его проект «Мобильная гостиница в Большеземельской тундре» будет пользоваться спросом. Туризм в регионе на подъёме, а необходимая инфраструктура практически отсутствует. Планы молодого человека более чем серьёзные. Открыть объект Семён планирует уже к 1 ноября. В гостинице будут созданы все условия, максимально комфортные для проживания и пребывания туристов. Но с сохранением всего национального колорита. Мобильная, потому что у неё будет возможность передвигаться по территории НАУ. То есть мы будем всегда стараться держаться ближе к стоянкам, к стойбищам оленеводов. И как раз те люди, которые будут нам приезжать, жить у нас в гостиницах, наши постояльцы, они как раз-таки будут посещать стойбища оленеводов, ездить в стадо, общаться с оленеводами, фотографироваться. Эти проекты, по мнению специалистов, вполне жизнеспособны. Необходимо только просчитать все существующие риски. В этом предприимчивым жителям региона предложили помощь. Специалисты фонда поддержки предпринимательства помогут авторам проработать экономическую модель и составить бизнес-план. А уже после молодые бизнесмены смогут поучаствовать в конкурсе грантов на создание бизнеса. По экономике посчитали вам, насколько, допустим, окупаемость всех этих идей. Это тоже, возможно, силами наших специалистов, чтобы вы, в принципе, ваш бизнес, тот, который начинете, чтобы он, так сказать, был внедренный, был безопасный с точки зрения финансовых рисков. Поэтому мы все резко посчитаем и все посмотрим. Эксперты отмечают, четыре проекта, которые выбрала комиссия, это только первые ласточки. Таким весьма необычным способом специалисты департамента и фонда всерьез взялись за стимулирование предпринимательской деятельности в регионе. Кстати, заявить о себе и своей идее можно и сегодня. Конкурс бизнес-идей продолжается. Новые заявки принимают до 30 июня. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В заботе о братьях наших меньших. В Наринмарской ветстанции появился рентген для животных. Лед тронулся в южных и центральных районах Республики Коми. Начался ледоход. В Наринмаре утвержден план противопаводковых мероприятий. Документ принят в связи с ожидаемым уровнем паводковых вод 500-560 см. В целях минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения материального ущерба и обеспечения безопасности населения города в период паводка 2016 года. Постановление предписывает в срок до 28 апреля провести дополнительное обследование состояния защитных насоби Наринмара и предусмотреть меры по их укреплению. К 12 мая муниципальное унитарное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, должно будет привести в готовность оперативную бригаду для организации аварийно-спасателей и аварийно-восстановительных работ. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» поручено к той же дате обеспечить распределение коммунальной техники по городским микрорайонам на случай затопления дорог и принять меры по предупреждению размыва кладбищ. Наринмарское автотранспортное предприятие должно будет предусмотреть перераспределение маршрутов движения автобусов на случай затопления дорог, а также обеспечить готовность пяти автобусов на случай эвакуации людей. Управляющим компаниям срок до 16 мая рекомендовано организовать осмотр жилого фонда с целью проверки состояния зданий и прилегающей территории и подготовить списки жильцов в районах предположительного подтопления. Между тем, в южных и центральных районах республики Коми на реках Летка, Луза, Вычигда и Печора начался ледоход. На Печоре ледоход идет у поселка Якша в Троицко-Печорском районе. Уровень воды пока не превышает неблагоприятных отметок, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми. По данным гидрометеорологов, 19-23 апреля ожидается ледоход на реке Ижма и на ее притоках. В этот же период прогнозируется ледоход на реке Печора, на участке Троицко-Печорск, Шердина и на реке Вычигда у Сыктывкара. Как отметили в Коме, ледоход начался на несколько дней раньше по сравнению с прошлыми годами из-за пришедшего в регион тепла. Температура превышает многолетние значения на 4-6 градусов. Ледоход на реках в северных районах Коми ожидается в конце апреля-начале мая. Итоги обустройства и содержания зимней дороги на Ринмарусинск в этом году обсудили участники делового завтрака, который провел уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Чупров. Участниками традиционной формы делового общения в неформальной обстановке стали депутат окружного парламента Виктор Кмить, предприниматель, чья компания обслуживает зимник Владимир Волков и начальник управления дорожной деятельности и транспорта, департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Андрей Стручков и другие. По словам Владимира Волкова, несмотря на коррективы, вносимые погодными условиями, в целом сезон прошел успешно. Конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти округа, отвечающими за дорожно-транспортный сектор, позволило оперативно решать возникающие проблемные вопросы. В свою очередь, чиновники оценили работу подрядчика также без нареканий. Определенные трудности по содержанию зимника были у сотрудников ГИБДД. В нынешнем сезоне статус зимника был приближен к дороге общего пользования. Однако правовая база для нее еще не разработана. Как пояснил парламентарий Виктор Кмить, в данном направлении окружные законодатели ведут постепенную работу. Подводя итоги неформальной беседы, Валерий Чупров отметил успешную работу окружного подрядчика, результаты которой показывают, что местные представители бизнеса вполне способны решать масштабные задачи в интересах всего региона. Строительство автодороги на Тельвиску продолжит Наринмар-Дориемстрой. Компания-подрядчик определилась в ходе аукциона. Наринмар-Дориемстрою предстоит провести работы по строительству участка автомобильной дороги до съезда к тепличному комбинату «Солнышко». Согласно конкурсной документации окружному предприятию, до 30 сентября текущего года предстоит построить участок автодороги четвертой категории – дорога обычного типа протяженностью 340 метров. Черина земляного полотна составит 10 метров, ширина проезжей части – 6, покрытие – плотный мелкозернистый асфальтобетон. По информации профильного окружного департамента, еще по двум участкам дороги Наринмар-Тельвиска в настоящее время ведется работа по корректировке проектной документации. Пакет документов будет готов уже к концу апреля. Новый проект предусматривает вместо понтонного моста, как предполагалось и ранее, строительство несъемного постоянно действующего моста. Окружные аграрии подвели итоги производственной деятельности в 2015 году. Анализ представленной документации показал, что в регионе наблюдается положительная динамика развития сельхозпредприятий как по финансово-экономическому состоянию, так и по производственным показателям. В прошлом году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса региона вырос по сравнению с 2014 годом на 56% и составил 708 миллионов рублей. Это привело к увеличению доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе на 17%. Сейчас из 32 организаций лишь 5 являются убыточными. В двух основных отраслях сельского хозяйства региона оленеводстве и молочном животноводстве по итогам 2015 года наблюдается рост производственных показателей. Валовое производство мяса оленя в живом весе по итогам 2015 года выросло на 41% и составило 2730 центнеров. Увеличился и объем произведенной оленины. Рост составил 5%. В Наринмарской ветстанции появился рентген для животных. Теперь четырехлапые смогут в оперативном порядке пройти обследование, требующее рентгена, переломы, травмы внутренних органов и выявить другие недуги. О новом чудо-аппарате Елена Семеновичева. После снимка на рентгенустановке с этой кассеты через оцифровщик считывается сам снимок. Например, травма черепа была 5 лет назад. Здесь можно обратить внимание на то, что по сравнению со здоровой стороной роженая деформирована, смещение челюсти идет. И, естественно, у животного из-за нарушения глазной орбиты отсутствует глаз. Для пса по кличке Чарли этот снимок стал подтверждением диагноза. Сделая подобный снимок раньше, у пса была бы возможность избежать серьезных последствий травмы. Теперь, с появлением необходимого обследования и получения лицензии на рентген-деятельность, проводить обследование животных могут и в нашем округе. Новый портативный, а значит мобильный аппарат, сможет помогать не только животным города и близлежащих населенных пунктов, но и обитателям самых отдаленных деревень. Для транспортировки коровы и лошади приходится применять специальные средства для успокоения. Животное может получить травму и для того, чтобы исключить какие-то побочные негативные моменты, можно аппарат будет привести уже на место и снять снимки. Распознавание болезней различных органов у животных с помощью рентгена является одним из основных и достоверных методов исследования. С его помощью обнаружить пострадавший орган или же патологические изменения в нем становится намного проще, а поставить верный диагноз легче. Вся процедура занимает буквально доли секунд, но из-за них животное получает облучение. Поэтому и питомцам, и владельцам необходима определенная степень защиты. Ведь станция на российского производства, а своя рубаха, как говорится, ближе к телу. Для защиты клиентов мы используем такие перчатки, имеются фартуки. Также есть краткие инструкции, но это все на месте обговаривается. Рентген для животных – это не только фотография, но и просвечивание, которое позволяет на специальном экране видеть происходящее в организме в динамике. Например, наблюдать за легкими кишечником работой сердца. В отличие от УЗИ, результаты рентген-исследования невозможно записать все в реальном времени. Единственное документальное подтверждение – это запись ветеринара. На руки выдается только фотография на специальной рентген-пленке или CD-диск. С ним можно будет обратиться уже в другие клиники для дальнейшей консультации у врача-хирурга. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». За здоровый образ жизни. В Нарьинмаре прошел фестиваль здорового образа жизни. Более двухсот нарьинмарцев провели субботний день в спортивном костюме и с хорошим настроением. В спорткомплексе «Лидер» прошел третий региональный фестиваль здорового образа жизни. Молодежный центр подготовил для участников фитнес-тренировки, кулинарный мастер-класс по приготовлению здоровой пищи и разнообразной зоны отдыха. Фестиваль здорового образа жизни ежегодно объединяет как приверженцев кроссовок и противников табака, так и тех, кто ни разу в жизни не был в спортзале. Опытные тренеры говорят, для приобщения к физическим занятиям одной мотивации мало. Людям интересно тренироваться на современном оборудовании. Спортивные клубы каждый год предлагают новый инвентарь. Сегодня ноу-хау в мире фитнеса боссу. Необычный тренажер и его преимущества продемонстрировали участникам фестиваля. Новый снаряд помогает тренировать не только крупные мышцы, но и прорабатывать мышцы-стабилизаторы. Регулярное занятие на боссу помогает сделать тело пластичным, ловким и подтянутым. Еще одна новинка для наринмарцев – чирлидинг. На базе ледового дворца труд работает секция «Чир-данс». Опытный тренер Инна Хабарова обучает девочек современным танцам с элементами шоу, акробатики и хореографии. Сколько людей после фестиваля запишутся на фитнес и перейдут на здоровое питание – неизвестно. Да дело и не в цифрах, а в желании организаторов показать. Досуг может быть не только приятным, но и полезным. На этом у меня все. Далее прогноз погоды.